Публичные слушания об исполнении бюджета муниципалитета за 2019 год состоялись в администрации городского округа Щелково. Формат для такого мероприятия непривычный. Корректировки в рабочий процесс внесла пандемия коронавируса. Присоединиться к обсуждению вопросов можно было дистанционно. Публичные слушания проводятся в целях ознакомления населения с итоговыми показателями исполнения бюджетов за прошедший год и задачами на предстоящий период. В связи с принятием постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года за номером 108 о введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Публичные слушания проводятся в режиме онлайн-трансляции по Щелковскому телевидению и на официальном сайте администрации городского округа в сети интернет На слушаниях с информацией об итогах социально-экономического развития муниципалитета выступила начальник управления по экономической политике Елена Митряева Она отметила, что на крупных и средних предприятиях произошло увеличение заработной платы Совокупный товарооборот вырос на 31 миллиард рублей и достиг 144 миллиардов Наибольшую положительную динамику показало отраслевое направление ремонта и монтажа машин и оборудования Здесь отгрузка товаров и услуг за год увеличилась рекордно с 3,5 миллиардов рублей до 34 миллиардов С докладом об исполнении бюджета Щелковского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений за 2019 год выступил начальник финансового управления Александр Фрыгин Он отметил, что бюджет по целому ряду показателей превысил плановые параметры Так, по налоговым и неналоговым доходам он был исполнен на 109,5% Имущественные налоги также выросли, они составили 900 миллионов рублей Рост доходной части позволил выполнить важные для муниципалитета проекты Среди них новый мост через Клязьму Расходы районного и поселенческих бюджетов были полностью сформированы в программном формате Их количество колебалось от 7 до 13 Внедрение и реализация муниципальных программ подразумевало интеграцию стратегического и бюджетного планирования Все муниципальные программы были направлены на решение проблем в социальной сфере, экономической развитии и построении эффективного управления В своем выступлении на публичных слушаниях председатель Совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская Отметила, что в 2019 году удалось существенно укрепить финансово-экономические показатели муниципалитета Сделать весомый задел на будущее Ну, я хочу сказать, что за бюджеты, за исполнение бюджета консолидированного На самом деле не стыдно, приятно отмечать то, что у нас отсутствует Отсутствовала на 1 января кредиторская задолженность, у нас отсутствовал долг вообще по бюджету Жители также смогли задать интересующие вопросы Для этого можно было позвонить по специальному номеру телефона Вопросы от населения касались разных сфер жизни округа Поступило несколько вопросов, начну я, первый вопрос озвучу и отвечу на него Прошу пояснить, почему такая разница в численности населения на 1 января 2020 года и на 1 января 2018 года Вы знаете, что в связи с принятием закона Московской области об объединении городского поселения Сверловский Сельского поселения Анисхинска и Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский Из состава Щелковского муниципального района в 2018 году вышли два поселения Городское поселение Сверловский и сельское поселение Анисхинский Теперь они находятся в составе городского округа Лосино-Петровский В связи с чем численность населения нашего городского округа уже вновь образованного, она уменьшилась Также было дано пояснение о формировании бюджетных затрат, которые сглаживают разное финансовое положение территорий Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Валерий Жиглей, Александр Роджевский, Константин Григорян, Щелковское телевидение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова